Российский МИД сегодня выступил с заявлением по ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. В нем сказано, что угроза широкомасштабных военных действий между Грузией и Южной Осетией становится все более реальной. Курс, взятый грузинской стороной в нынешних условиях, особенно опасен. Российские миротворцы сегодня подключились к эвакуации населения из юго-осетинских сел, расположенных у границы с Грузией. Прошедший ночью Этсхинвали и еще ряд населенных пунктов непризнанной республики вновь подверглись массированному обстрелу с грузинской стороны. Наш корреспондент Андрей Чистяков передает из зоны конфликта. Опустевшие улицы, среди редких прохожих все больше мужчин, которые одеты в камуфляжную форму. Этхинвали замер в ожидании. Часть горожан, опасаясь новых обстрелов, на всякий случай готовит к ночлегу подвала. Посмотрите, где мы спим. Вот где мы спали. Смешни. Вот так. Вот так. Это которую ночь вы проводите здесь? Это вот вторая ночь. Прошедшие сутки миротворцы и международные наблюдатели проводили экстренный мониторинг зоны конфликта, напряженность в которой растет час от часа. Таково мнение командования Объединенного штаба смешанных сил по поддержанию мира в регионе. По данным проведенного мониторинга установлено, что огонь ввелся с подготовленной грузинской территории из всех имеющих на вооружении средств, не только по постам миротворцев и постам правоохранительных органов, но и по жилым кварталам. Утром на юго-востоке республики обстреляно село Мугут. Огонь по населенному пункту и расположенному рядом наблюдательному посту Министерства обороны Южной Осетии ввели из автоматов. К счастью, жертв нет. Утром в районе села Мугут был обстрел со стороны Грузии. Значит, обстановка остается сложной, напряженной. И в соответствии с решением правительства происходит эвакуация детей. На автобусах, пассажирских газелях и даже специальных милицейских автомобилях более 500 детей покинули сегодня зону конфликта. Колонну собирали на центральной площади Цхинвали. Большую часть юных жителей непризнанной республики разместили в детских домах и пансионатах Северной Осетии. Некоторых малышей приняли родственники. По ночам вот этот вообще у меня не спит. Даже Грома вчера боился. Гром был вчера, он так боялся. Приходится. Я с таким тяжелым сердцем сама отсюда уезжаю. Не знаю, что будет с моими близкими, с родными. У меня брат с пресс остается, отец с матерью. Но вынуждены. Маленькие жители непризнанной республики проведут в Северной Осетии ровно столько, сколько того потребует обстановка в Южной Осетии. Они сегодня говорили на митинге во Владикавказе. Его участники призывали к немедленному прекращению огня в зоне конфликта. После обстрела Цхинвали надежда все-таки возобновить переговорный процесс еще остается. Южная Осетия настаивает на сохранении прежнего формата диалога, смешанной контрольной комиссии, в которую входит российская сторона. Однако официальный Тбилиси под разными предлогами игнорирует работу этой комиссии. Свои дальнейшие действия власти Южной Осетии намерены корректировать в строгом соответствии с обстановкой, которая складывается в зоне конфликта. Славы подразделения непризнанной республики приведены в состояние повышенной готовности. Началась частичная мобилизация резервистов. Андрей Чистяков, Евгений Радаев, Игорь Климов, Дамир Зыков и Александр Новик. Вести из Цхинвали, Южная Осетия.